Скорая 2338, алё, слушаю вас. Адрес куда ехать? Таких звонков на всех диспетчеров, а их пять на город, поступают порядка тысячи в день. Каждый нужно максимально быстро зафиксировать и определить степень угрозы для жизни. От этого зависит, приедет к вам скорая или же неотложенная помощь. Последняя, несмотря на громкое название, имеет период ожидания до двух часов. Скорая же до 20 минут и напрямую связана с той самой угрозой для жизни. Первого пациента Виктора привели в сознание и положили на ускоренное обследование, по результатам которого выяснилось, нужно ехать в БСМП. Да, вовремя всё хорошо, очень отлично. Там работают сотрудники. Пожелав мужчине долгих лет жизни, мы отправились дальше спасать человечество. Бригаде приходится делать это по 20 раз за сутки. Именно этот эфирь средняя за смену. Мы уже едем на следующий вызов. Это район Бурвода, при том, что мы сейчас были на БСМП. Едем с мигалками, так как угроза жизни. Бабушка задыхается, так что время ожидания где-то порядка 20 минут. Однако, доехав до Саян, по рации сообщили. Вызов передали другим. Видимо, более ближайшим машинам. Теперь можно немного отлечься и понять основные затыки работы скорой. То, что мы не должны выполнять, мы выполняем. Это транспортировка из больницы в больницу. Даже такое бывает, что из больницы домой даже такое бывает. Какие-то перевязки на дому производим. Ездим на зубные боль, боль в ухе, температуру взрослых. То есть все вызовы, которые могли бы больные, то есть не срочные, не требующие, не отложенные экстренности. Это всё валится на скорую помощь. Из-за этого увеличивается количество вызовов. Не успела фельдшер договорить, как по рации передали. Улица Кирова, бабушка, боль в ноге. И это как раз такой случай. Женщина уже была в поликлинике и с направлением на руках должна была поехать в больницу. Решила сделать это через скорую. Диспетчерская служба, она не имеет права не принять, потому что они имеют свои стандарты, свои приказы. Поэтому они принимают вызов. А это полноценный вызов. Значит, полноценный осмотр, жалобы, обследование в объёме скорой помощи. Ну и заполнение карты. Представьте, на этого пациента потрачено полтора часа. Третий вызов застал нас врасплох. Человек в неадекватном состоянии с галлюцинациями. Страшное зрелище. Мы не выдержали и досрочно завершили нашу совместную съёмку. И этот случай – ещё цветочки. По мнению главврача, этот фактор отпугивает многих соискателей работы. Поэтому при хорошей зарплате мы всё равно имеем недостаток кадров. Вдогонку и жалобы на неэтичность от горожан. В медицину приходят различные люди с разными характерами, с разными, как говорится, отношениями к окружающим. А также и пациенты все те же самые. Мы одни и те же люди. Мы же работаем на одной стороне. Но мы же не по ту сторону баррикад. Мы же все вместе. Мы же те же самые пациенты. Ах да, совсем забыл. Стандарты. От них никуда не деться. Напоминаю, время ожидания скорой по нормативам – 20 минут. Не от ложки – до двух часов. Ситуация на дорогах Улан-Удэ – ещё один незаметный фактор, на который люди не обращают внимания. Им надо быстро, здесь и сейчас. А теперь посчитайте сами, сколько уже нюансов работы скорой я перечислил. И подумайте, обоснована ли большая часть критики в их адрес. Никита Суханов, Лапсан Суботин, Телекомпания АТВ.